На календаре 27 августа. 27 августа 1893 года из Москвы в Самару доставили колокол. Весил он 880 пудов. Через несколько дней рано утром при большом стечении народа он торжественно был поднят на колокольню кафедрального собора. Самый большой колокол для храма заказал самарский купец Давыд Кириллов и отлил его мастер Илья Веревкин. Одна из старейших улиц Самары, улица Льва Толстого, сменила на своем веку много названий. В разные годы она была и кузнечной, и москотельной. Улица эта очень примечательная. В конце 19 века по ней была проложена конка, а в ноябре 1942 от железнодорожного вокзала до площади революции по улице Льва Толстого прошел первый троллейбус. А 27 августа 1908 года по случаю 80-летия известного русского писателя Льва Николаевича Толстого она стала носить его имя. Сегодня уже мало кто помнит, что 27 августа 1919 года Владимир Ильич Ленин подписал декрет о национализации отечественного кинематографа. Но дата эта осталась. Сейчас этот день российского кино, очень даже популярный праздник. Датой рождения кино принято считать 1895 год, когда в Париже на бульваре Капуцинок, именно так он называется, состоялся первый общедоступный сеанс синематографа братьев Люмьер. Свой бульвар Капуцинок был и в Самаре, на улице Дворянской, ныне это улица Куйбышева. В 20 веке находилось сразу несколько кинотеатров. 27 августа поздравление с днем рождения принимает Алексей Константинович Ушамирский, депутат Самарской губернской думы. В один день, 27 августа, правда в разные годы и даже века появились на свет. Немецкий философ, один из основателей немецкой классической философии Георг Гегель. Русский военный и политический деятель Петр Врангель. Оперный певец, народный артист СССР Александр Огневцев. Легендарная личность, выдающаяся актриса 20 века, народная артистка СССР Паина Раневская и другие знаменитости. Если среди ваших знакомых есть Александры, Алексеи, Аркадии, Василии, Владимиры, Евы, Евдокии, Матвеи, Николая, Семены и Федоры, не забудьте их сегодня поздравить с именинами. 27 августа народный календарь вспоминает Михея Тиховея. В этот день было принято наблюдать за ветром. Если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен, следует ждать ненасти. Обращали внимание на журавлей. Если птицы потянулись клином на юг, значит к середине октября ударит мороз. Если же журавли спокойны и не встают на крыло, зима придет позже обычного. Такими событиями запомнился нам 27 августовский день. Удачи в делах и отличного настроения!